27 января в холле шахматного клуба «Белая ладья» было многолюдно. На первый в нынешнем году расширенный прием граждан к главе Славянского района Роману Синеговскому пришли жители города и района. Они не смогли самостоятельно, а также с помощью ближайших органов местной власти, найти решение своих насущных проблем. Сейчас они возлагают свои надежды на руководство района, которое стремится разобраться во всех острых вопросах. Расширенный прием граждан – это очень важное мероприятие не только для славянцев, пытающихся решить свои наболевшие вопросы, но и для самой власти, которая старается быть в курсе того, что заботят жители района. Эффективная политика местных властей помогает снять подавляющее количество проблем, но иногда необходима адресная помощь. Она как раз и оказывается, конечно, после серьезного разбирательства, гражданам, пришедшим на прием. На первый в этом году расширенный прием граждан записалось 40 человек из городского и сельских поселений. Половину из них принял лично Роман Синеговский. Остальные рассказали о том, что их волнует, с заместителем главы района. В чем искали содействие властей славянцы? Это благоустройство внутридворовых территорий, а также ремонт тротуаров и дорог в городе, транспортное сообщение в сельских поселениях и другие вопросы. Жительницы станицы Петровской обратились к главе славянского района за решением проблемы работы маршрутного такси. Ну, маршрутка у нас по большому кругу не ходит вообще. Она ходит по Петровской, только ходит по одной и той же дороге, два раза разворачивается и уходит. А у нас она вообще не доходит. Я ему говорю, этому водителю, я два раза выходила, аж туда, к снежку дороги, и говорю ему, ну, почему ты не приезжаешь? Ну, далеко мне идти, километр мне надо идти в маршрутке. Пенсионеркам совсем не с руки в зимнюю непогоду идти так далеко к маршрутке. А частые вызовы и поездки на такси пробивают в семейном бюджете немалую брешь. Можно ли найти решение? Ну, пообещали, что будет сделано. Маршрутка будет ходить. И по поводу дороги мы сказали, что у нас дороги там осталось 500 метров недоделанных. А дороги, скорее всего, местные власти позаботятся летом. Жительницы многоквартирного дома по адресу Батарейная 391-1 районного центра очень недовольны тем, что их соседи из рядом стоящего дома постоянно засыпают ливнистоки строительным мусором, тем самым способствуя подтоплению территории. Соседний дом 391 ее засыпает строительным мусором. Нам обещали ее почистить еще с 16 мая 2017 года. Но вот сейчас вроде бы немножко лед тронулся. Мы надеемся, что ее в этом квартале почистят. Вопросы, требующие внимания, поставлены на контроль главы района. Кроме того, руководители отраслевых структур и специалисты муниципальных служб получили поручения по каждому из обращений граждан. Следующий расширенный прием граждан главой Славянского района состоится в последнюю субботу февраля. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».